Продолжение следует... Вот. В общем, без особого труда. Белград у нас начинает за Т. Воронеж за КТ. И у нас уже всё. Первый раунд. Игра началась. Сол, Аркада. Нижней Тёмки. Версит тоже в Аркаде. И его без труда танкист, причём забирает обоих. Показался без хорошей стороны. Сделал два минуса с Глока. И Б-плант уже полностью занят. При этом Стас когда остался в Тёмке. Злюка занимает тупую нычку. Ставится бомба. Ну и смотрим, как разыграются эти... Эта ситуация. 1-2. Док у нас ставится в дырке. Запрыгивает. Ну, тут уже без шансов. Два дула, естественно, его перестреливают. И Белград повёл 1-0. Давайте я вам быстренько озвучу составы команд. Итак, состав сборной Белграда. Пока у нас красота дачи, есть время всё это вам рассказать. Состав сборной Белграда. Павел Сырих, он же Плута. Станислав Сапоненко, он же Стаскер. Андрей Трофимов, он же Злюка. Леонид Кобзарь, он же Танкист. И Максим Аушев, он же Айсмен. Состав сборной Воронежа. Максим Жарких, он же Фурикен. Максим Гапонов, он же Док. Михаил Власов, он же Сол. Артём Щеблыкин, он же Мен. И Денис Давыдов, он же Виртик. Вот такие вот у нас два состава. Сегодня играют. Играют по системе Бесов 3. Так что как минимум две карты мы сегодня видим, как максимум 3. И карты у нас сегодня в Дас 2, Инферно и Тускант. В общем-то, только... Похоже, что только в матче Брянска. Причём не сегодняшнем, а в прошлом. Мы видели карту Демираж. В остальном у нас Дефолт, Дас, Инферно, Нюкет Рейны. Всё олдскульно, всё привычно. Виртик остается 1 в 4 с Кивиспом. И всем понятно, чем это всё закончится. Попробуем проверить, что не жарких, а жарких. Ну, так даже лучше. Понизь качество, лаги пропали. Ну, в общем-то... От меня это никак не зависит, потому что... Мне показывает программа моя, что лагов 0. Ни одного кадра не потеряно, поэтому это уже всё зависит от Твитча. И понижение, повышение качества, оно, в общем-то, ничего совершенно не даст. Ждём меня, когда Мэн у нас умрёт от 5 оставшихся в живых белогородцев. У нас Сейдс у Диггл на длине. Причём делает минус, забирает ган, и теперь будет просто охота на человека. Ну, это будет очень интересно. Выживет у нас Мэн или не выживет? Смотрим. Почти, почти у нас выжил наш Мэн, но немножко не хватило. Счёт 3-0. Кстати, вот нам сообщают, что первая карта будет играться на сервере белогородцев, а потом на сервере Воронежа, потому что... Пинка на этой карте, вот, видимо, что у Соло и у Вертика Пинк 40. У остальных Пинк хороший. Соответственно, на второй карте этот Пинк, он будет хорошим у Воронежа и чуть похуже Белогорода. В принципе, с приюдевого решения, всё честно. Так что смысла здесь что-то обсуждать нет. Попытка выйти через Зигзак, скорее всего, будет от Белогорода. Злюк у нас потихоньку проходит ДЛ. Стаскер к нему. Хотя, может быть, вообще Маздел у нас будет сегодня по тому, куда направляются Белогородцы. У них тут укрепление, у контров длины. Будет очень неплохая заруба, я думаю. Первый минус за Айсменом. Злюка делает отличный хэдшот, и в итоге длина просто зачищена. Без борьбы, без всего, без разменов. Вот в игру вступает Док, делает минус с АВП. Второй минус с АВП. Смотрим за Злюкой. Нужно ему быстрее. Третий минус от Дока. Виртик делает минус. И в итоге один в один. Виртик и Танкист. Наказали все-таки Дока, наконец-то. Целых три минуса, или даже три минуса, да. Сделал снайпер Белогородцев. Очень хорошо сыграл. И вот даже Стаскер пишет в гневе сучок. Очень, очень грозно. Смотрим мы за Танкистом. Он ушел на КТ-респ. Бомба стоит у нас на планте. Причем стоит у нас вот таким интересным способом. По-моему, не самым лучшим для Танкиста, но раунд он берет. И сейчас становится 4-0. Тут, мне кажется, уже стоит поругать немного Виртика. Не справился он со своей стрельбой. Хотя вполне мог убивать и дефозить бомбу. Отдача Воронежа очередная. Диглбай. Хорошо, что Белогород начал за Т. Хорошо, что он повел за Т, вернее. Контрам приходится делать отдачи постоянно. Чуть ли не каждый раунд. И это, конечно, все совершенно не здорово сказывается на их счете. Плюс мы видим, что не особо гадали Воронеж с направлением Атанкистом. Попытались все-таки укрепить немножко Б. Но в итоге заход на А от Белогорода. И счет, я уверен, станет 5-0. В итоге Виртик и Док. Два дигла остаются у нас против целой команды белогородцев. И шансов у них. Отлично, минус 2 от Дока. Просто великолепно он собирает эти две головы. В итоге берет калаш. И кто знает, может быть он сделает еще 3 минуса. Нет, понимает Док. Понимает, что за минус он отличный минус 3, 3 голова. Но в любом случае бомба тика слишком быстро. И сделать он уже ничего не успеет банально из-за того, что у него кончится время. А так, конечно, стоит Доку похлопать. Вот кроме того, что сейчас он зачем-то продолжал стреляться. Мог бы просто уйти, заселить калаш. И так он показал себя с самой лучшей стороны. Но вот не хватило ему небольшой такой сдержанности. Но не будем его винить. 5-0. Белгород впереди. Напоминаю вам, что эти две команды сейчас борются фактически за звание второго фаворита помимо Брянска в группе А. Ой, в группе А, извиняюсь. И матчи очень и очень важные. Напоминаю вам также, что из группы входит по три команды. Первый выходит сразу в полуфинал. Ну, первое место. А второе и третье место группы, соответственно, играют между собой страховые матчи. Вторая с третьим. Третья со вторым. Ну. Что совершенно очевидно. Смотрим за развитием ситуации. Фурикин уже мертв у Воронежа. Ситуация 5-4. Терроры в большинстве. Но пока они его не торопятся реализовывать. Сейчас должна быть закидочка. Зигзага либо выход на центр. Видим, что танкист и Саскер выходят на центр. Причем пока без разменов. Судя по всему, центр особо никто не контролит. Вот сейчас есть минусы от Дока. От Мэна. И в итоге выход на центр оборачивается тем, что Белгород идет по длине. Там у нас Док. Причем он получает сразу же в голову. В этом раунде он не получился показать себя с ВВП. Так же, как и в предыдущем, где он сделал минус 3. И защищал длину буквально. В этом раунде он тут же получил в голову. И больше сделать у него ничего не получилось. 2 в 2. Дыртик у нас на просвете. Мэн на зигзаге. Поэтому у них у обоих очень мало ХП. Но у Айс Мэна остается 1-2. Но есть все шансы. Нужно убивать ЮСП быстрее. Но вот очень долго он это делал. Очень как-то несуразно. И в итоге уже пришел Мэн зигзага. И просто-напросто его убил. Наконец-то первый раунд за Воронежем. 1-5. Мэн берет в руки щипцы. Щипцы. И дефузит бомбу. 4 плюс 1 играет Белгород. 4 под Б. У них закупка. И плут у нас на нуле. Потихоньку чекает центр. Зигзаг. И видимо будет шуметь. Шуметь на зигзаге. Чтобы хотя бы один игроков. Один из игроков контров стянулся. К центру. К А. Чтобы остальные могли спокойно зайти на Б. Теперь у меня он за танкистом. Стаскер. И плант Б зачищен. Теперь плута еще может и отлично отрезать. Контров, которые побегут. Если побегут на Б. Но они не побегут. У них естественно шансов на это очень мало. Они принимают вполне разумное решение засейвить свои ганы. Тем более что у них есть одно АВП. И в такой ситуации это совершенно правильное решение. Сейчас Стаскер у нас потихонечку продвигается к длине. Хочется ему очень выбить ган. У него это не получается. Он тут же получает в голову. И шестой раунд за Белогородом. Несмотря на первый этот раунд за Воронежем. Они тут же продолжили отдавать раунды. До кубочка у Контров. Диггл и Фамас. Не самые лучшие оружия. Но тем не менее. Док заходит в аркаду по центру. Пытался он там кого-то прочекать. Но никого не нашел. К своему большому сожалению. Потому что у него АВП. И в принципе шансы попасть с него. Убить кого-нибудь на нуле. Были очень велики. Видимо что он немножко не дождался. Сейчас он мог бы поймать там Стаскера Айсмана. Но он перетянулся на нижнюю темку. Чекает именно ее. Сейчас услышит нолик. И нужно ему уже немножко уходить в свои позиции. Либо попытаться прочевать. Ох, отличный минус от Дока. Не должны мы давать уйти. Да, естественно. Несколько дул его там прострелили. А Соло. Хорошо. Выходит в тайминг с нижней темки. Убивает Плута. И три в три ситуации. Злюка заходит по длине. По-моему вообще там никто не смотрит. Давайте посмотрим за Злюкой. Никого он тут не видит. И в итоге дает инфу своим тиммейтам. Что план А пустой. Однако тиммейтов это не особо волнует. Они продолжают тусить. На нуле. Бомба лежит. И Злюка сейчас просто зайдет в спину. Одному из контров. Да, вот. Убивает он Фурикена. Немножко тупанули воронежцы. Не догадались, что их могут обойти с Дейл. При этом довольно странно. Потому что Дейл-то никто не смотрит. Ну ладно. Пусть это останется на их совести. И этот проигранный раунд тоже. 7-1. Белгород впереди. Но вот допустим. В матче Брянск против Орла. Тоже был счет 7-1. Но вот там было видно, что Брянск. Он просто сильнее на голову. А вот тут мы видим, что каждый раунд происходит в борьбе. И даже если Воронеж и приграет. То вряд ли он приграет так просто. Без борьбы. Думаю у нас ожидает интересные две. А может быть даже и три карты. Отдача контролл, естественно. Счет станет 8-1. Кстати, анонсирую вам то, что буквально через 15 минут запустится второй стрим. Стрим с Колумбейс Нейшнс Кап. Будет игра Австрии против Румынии. Постоянно у нас теперь будут сочетаться игры между городами и странами. По-моему у нас до этого еще никогда такого не было. В основном все чемпионаты проходят именно команда на команду. А тут вот города на города, страны на страны. Даже вот такое бывает. Так что если вам интересно посмотреть на игру Австрии против Румынии, то обязательно посмотрите. Под нашим стримом появится вторая кнопочка Counter-Strike. Значком Counter-Strike. И я думаю вы там уже сами разберетесь, что же вам смотреть. 8-1. Успешность это отдача. Сборная Белгорода. Под Б собирается пойти Белгород. Видимо уже довольно активное действие. Тут у них еще АВ. Ой, АВП очень жестко сейчас. Видите, где-то лежит дым. Непонятно. Минус 2 отвертика отличный. Тут еще включается соло. И очень жаль, что АВП террористов не показало себя так, как могло бы. Потому что дыма в общем-то я не вижу. Не знаю, что вам помешало убить Дэнс. Но видимо что-то помешало. А вот если бы не помешало, то наверное мы увидели бы заход на Б-Плант. Интересные размены и интересная ситуация. Но в итоге из-за того, что АВП не смогло даже нацелиться на врага, мы видим второй раунд за Воронежем. Неплохое укрепление длинным видимо от Воронежа. Фурикен и Мэн держат ее в упор. При этом Мэн уже заходит в аркаду. И судя по тому, что рядом с ним Плута и Стаскер. Возможно сейчас Мэн слышал придачу бомбы. Тут даже 3 игрока. Возможно мы увидим что-то интересное. Да, Мэн врывается в аркаду. Мы не успели за ним посмотреть, но он сделал минус. Возможно сделать еще один минус. У него сейчас... Ох! Убивает, убивает. Плута подстраховывает. И в итоге размены у нас в ситуации 4 в 3. Неплохая аркада от контра. И первый минус был, по-моему, за доком с АВП. Да. Теперь все равно придется перетягиваться под Б. Там в упору держит Соло. Ему помогает Виртик. И мне кажется, что если не будет каких-то жестких ошибок от контров, ну, раунд должен оставаться за ними, конечно. Смотрим за Плут. Он будет уходить с центра. Возможно отрежет сейчас КТ. Ох, ну там Виртик делает минус 2. Плут отрезает Фурикина. И остается 1 в 2. Виртик контролит верхнюю темку. И делает третий минус в этом раунде. Приносит своей команде третий раунд. Вот так вот. Такое вот совпадение. Три раунда. Ой, три убийства и три раунда. Аркадом нижнюю темку от Воронежа. При этом аж целых 2 человека. Док вот чекался ВП, нолик, отошел. А Фурикина остался контролить верхнюю темку. Однако танкист оттуда ушел. Тут мы видим даже аж целую... целую... братью на вэпланте. Три человека были. В Аркаде. Но никого тут не нашли. И сейчас, если терроры будут мешкать, то контры могут очень хорошо зайти в спину. и кого-то очень сильно удивить. Убивают Мэна на длине. В итоге Белгород практически зачищает Аплант. Но есть шанс. Смотрим за доком. Ему нужно делать минуса. Определенно. Хотя бы один, но нет. Его зажимают с двух сторон. С длины зигзага. Он не справляется. И Сол 1 в 3. Решил перебраться на зигзаг. Смотрим. Один минус есть. Нужно убивать длину. И потом третьего человека в яме. При этом у него нет инфы по второму террору. Думает он, что он может быть где-то вот здесь вот на просвете. Ищет. Смотрит на КТС. Но в итоге помирает. Помирает от руки Айсмана с АВП. 9-3. Белгород хоть немного и оступился. Отдал пару раундов. В итоге снова на коне. И снова ведет в счете. Довольно крупно. Отдача у Воронежа. Аркада темки. Аркада длины. И сейчас на длине будет мощная мясорубочка. Причем совершенно в плохом смысле для Воронежа. Всех просто перебивают. Асоло делает минус дегла. Подбирает ган. И сейчас будет пытаться сейвить его. И возможно даже кого-то убить. Убить никого не получается. Не ожидал он. Такой прыти от белогородцев. Что они прямо уже пойдут его убивать. С центра. И в итоге. Замешкавшись. Он умирает. 10-3. Белгород впереди. И если. Отличный минус от фиртика. Прямо. В стиле мувикос 400 кг. Делает он первый открывающий минус. И в итоге белогородцев остается уже в меньшинстве. В самом начале раунда. Минус от дока. Второе ВП в действии. И перетяжечка под Б. Видимо что Айсмон туда смещается. И Плута через нижнюю темку. Также отправляется именно туда. При этом Плута слышит одного. Контра сзади себя. Он с бомбой. И сейчас ему умирать совершенно нельзя. Иначе он потеряет бомбу. Ну и это приведет скорее всего к полному провалу. Видимо. Убивает. Убивает Плута. Бомба падает. Разменивает Мэна. Бомба берется в руки. И нас ждет либо перетяжка под Б. Либо перетяжка под Зигзаг. Пока белогородцы сами еще не определились куда им идти. Видимо что вот они вдвоем будут. Средотливо. Озираются по сторонам. Слышишь что по Зигзагу к ним уже кто-то бежит с АВП. Это у нас Док. И. Уход на свой Респ. Сейв. За 25 секунд. К сожалению они уже не успеют ничего толком сделать. И в итоге. Четвертый раунд остается за Воронежем. Счет 10-4. Трое под Б. Двое под А. У терроров по сути раунд в первой стороне. АВП у танкиста. Под Б. И два ВП. Уже привычно два ВП. У Воронежа. Одно у Виртика. И одно у Дока. Естественно одно под А. И другое под Б. Давайте посмотрим за Виртиком. Именно он принимает у нас Б план. С ВП. И именно к нему сейчас направится вся основная. Так сказать сила. Противников. Первый минус заплутан. Но Виртик позицию не меняет. Делает свой первый минус. Вторым ВС-трелом промахивается. Третьим промахивается. Нужно срочно делать минус. Промахивается. И его убивает. Слишком много промахов. Для снайпера конечно это непозволительно. И это всегда наказывается смертью. В итоге два. Контра. Против троих терроров. Фурикин и Док очень далеко. Док с ВП. У него мало ХП. И нужно Фурикину срочно. Срочно. Сделать один. А то и два минуса. Минусует Доком. Фурикин остается один в три. Один в два. И. Даже если он сделает последний минус. То бомба все равно взорвется. И счет у нас станет. 11-4. Неплохо он конечно попытался сделать последний минус. Даже с люком он пишет. Найс страй. Но. Счет неумолимо сдвинулся. На одну единечку в пользу Белгорода. 11-4. Именно с таким счетом заканчивается первая половина. Смена сторон. Воронеж у нас переходит за Т. Белгород за Контров. Ну и смотрим за первым раундом. Очень важный первый раунд. Воронеж если хочет эту карту выигрывать. То им нужно брать этот первый раунд обязательно. Воронеж это понимает. Идет масс Б. Полетели размены. Полетели минус А. Два минуса от Т. Два минуса от КТ. Ситуация 3 в 3. И Сол сейчас ловит. Ловит он. Стяжку. Контров. В темке. Делает отличный минус. Дает инфу что и второй контур у него в темке. И сейчас я надежда конечно на Плута. Потому что все терроры очень красные. И если бы Плута это знал. Я думаю он бы был более уверен в своих силах. И шел бы просто убивать. Два минуса от Люки. И Мэн 1 в 2 остается. Также умирает. Раунд за Белгородом. Счет 12-4. И похоже Белгорода будет в этой ситуации намного полегче. Следующий раунд. Поддача у Воронежа. Счет станет у нас уже 13-4. Ну а дальше мы увидим все сами. Видим мы интересную ситуацию. Закупочку в Воронеже. Решили они не делать отдачи. Два Дигла. Точнее Дигл. Три Калаша. И Глок. Такой вот полузакуп. И если контры не будут этого ожидать. А причем у них ФАМАСы. Это может сыграть свою роль. И мы увидим взятый раунд. Смотрим. Выход на Б. Причем да. Не просто. Не просто будет контрам. Они все с ФАМАСами. Даже есть одно МП5. И тут конечно. Они немножко опростоволосились. Будем честны. Явно не ждали. Не ждали такого хода конем. Террористов. Что аж после первого раунда будет закупка. Видимо забыли. Что была поставлена бомба. И в итоге. Этот раунд остается в пользу. Воронежа. Именно за этой сборной. Можно им только похлопать. Взятая отдача. Это всегда красиво. А уж. Такие вот интересные действия. Закупка во втором раунде. Это похвально. Очень рискованно. Но очень похвально. А кто не рискует. Как известно. Тот не пьет шампанское. И вот в данном случае. Игроки Воронежа могут смело заказывать себе уже пару бутылочек. Хотя. В принципе карта еще не выиграна. Поэтому. Пока можно только сделать предзаказ. Отличный минус от Воронежа. Отдача. У контров. У них к сожалению денег в любом случае не хватило бы. Даже на полузакуп. И. Шестой раунд. За Воронежем. Разрыв сокращается. До шести раундов. Между командами. Еще одна закупка от контров. Еще одна отдача от контров. Вижу я. 5 хае. Давайте посмотрим. Куда же они полетят. Полетят они на центр. На нолик. Там еще будет помогать им. Зигзагом. Их тиммейт. И хаешки полетели. Неплохо подзорвали соло. Дока. Но на минуса этого не хватило. В итоге. Особого толка. Я думаю мы. И не увидим. От этих. Гранат. Наконец-то закупка от контров. АВП у танкиста. Сейчас мы увидим будет ли второе АВП. Скорее всего нет. Да. Одно АВП. Три Эмки. Один Фомас. Первый минус за Т. И заход на Б-плант. Заход через центр. Через Б. С двух направлений. И два контра. В итоге вынуждены сейвить свое оружие. Они слишком далеко. И. Против пяти терроров. Конечно поделать нечего. К сожалению. Оборона. Состоящая из плута танкиста. И Айсмана. Просто-напросто развалилась. Ни сопротивления. Ни каких-то разменов. Мы не увидели. Довольно бодро Воронеж шлет к тому, чтобы догнать Белгорода, а то еще и перегнать. И это в принципе очень приятно. Приятно, что мы видим борьбу. Как я и предполагал. Две команды. Обе сильные. Если есть явный аутсайдер. Это Орел. К сожалению. То вот. Остальные три команды. Они. Убирают примерно на одном уровне. И кто из них. Выйдет победителем. Ну. Предугадать. Предсказать. Очень и очень сложно. Отдача у Белгорода. Еще один раунд будет за Воронежем. И. Буквально через фарминку. Я думаю мы увидим, что счет сравняется. Вот сейчас очень важный момент для Белгорода. Нужно им брать раунд. Для того, чтобы начать набирать очки. Потому что. Дальнейший проведенный раунд. Действительно придет к тому, что Воронеж их догонит. Ну а дальше уже. Будет и минус мораль. И вообще будет играть очень сложно. Пока они ведут. У них есть три раунда разницы. Всего четыре раунда. Для того, чтобы победить. На первой карте. И. Самое время. Начать набирать эти четыре раунда. Фурикин пытается пройти по ДЛ. Делаем помогать его тиммейт. У контров снова укрепление длины. Один в яме. Один в упоре. И. Смотрим, что будут делать Воронеж. Бомба пока лежит. Поэтому видим мы просто холд. Холд на карте. Контроль позиций. И. Этот контроль позиций заканчивается первым минусом от ДОКа. Минусует он длину. Сейчас будут сжимать бедную яму. Давайте посмотрим за. За Стаскером. К сожалению. Ничего интересного он тоже не показывает. И. Оборона на Апланте разваливается. При этом. Тут уже заходит на Б-плант. Убийство просто в спину. Ну. Видимо, что Белый Грод почему-то за контров играет значительно хуже, чем за терроров. Ох, отличными садоками. Минусует он одного из контров, который пробегал на Б-плант. И в итоге. Продвигал их от ТВ. Мы видели еще какие-то минуса. И очередной раунд за Воронежем. Хоть мы нормально не посмотрели. Но. Все именно так. Так, 12-11 плюс отдача у Белгорода. И похоже, что Воронеж прямо очень крепко вцепился. Вот в это свое доминирование. Переломил ситуацию. И теперь они просто давят. Давят своих противников из Белгорода. Сравнялся, счет 12-12. Ну и, как я уже сказал Белгороду, самое время найти в себе силы. Переломить эту ситуацию. Потому что счет 8-1. 8-1 на второй половине. Ни одного раунда еще Белгород... Ну. Один раунд они взяли. Но вот после этого они не взяли еще ни одного раунда. И это все очень печально. Почему-то обороны их не разваливаются просто на части. Плута делает первый минус, открывающий наконец-то. Мы видим, что первый минус открывающий. Он за контрами, а не с террорами. Правда, тут же пошел размен. И чем-то, наконец, непонятно. Что-то творится непонятно в стане контров. Строят они башенки непроизвольные. А вот терроры все спокойно. Они просто контролируют позиции. Контролируют карты, перемещаются. По ней очень грамотно. Без лишней суеты. Вот вертик сейчас щупает Б-план. Пытается здесь кого-то найти. Спасибо. 13-12 раунд за Воронежем. Извиняюсь за небольшую паузу. И смотрим дальше. Укрепление длины от Белгорода. Даже втроем они. Открыли ХАЕшки. Но в итоге особую силу это не возымело. Вроде как. Отход обратно. И в итоге ситуация у нас 4-4. 4-4. Нет, 4. Да, 4-4. Лагает хелсбар. Показывает, что злюк у нас... А, злюк 1 хп. Да, все правильно. Не увидел я тут тоненькую полосочку в 1 пиксель. И в итоге... Вот тут нам сообщают, что пацаны его что-то не могут. Не могут они себя переломить. Не могут защитать игру. И потихонечку-потихонечку все сливают. И сливают раунд за раундом. Вот танкист уже берет в руки супер-супер... Оружие. В стиле Александра Запкова. Всем известно, Хек из Moscow 5. Только вот отличие в том, что Moscow... Ой, что Хек с этого оружия показывает, в принципе, очень-очень крутую игру. Там и прострелы на нюхе мы видели по минус 2. И вообще... А в этом матче все весьма посредственно. И в итоге 2 в 2 ситуация. 2 в 3. Да, злюк живой. Все еще живой. А вот терроры очень-очень коцаны. И если бы контриты знали, я думаю, сейчас бы они тушевались. Так как они тушуются сейчас. И просто зашли бы и сделали минус 2, как это сделал злюк. Вот прямо пару секунд назад. 9-2. А, 9-2 счет во второй половине. Наконец-то еще один раунд. Забирают контры в свою копилочку. И еще остановится 3-13. Наконец-то, я думаю, белогородцы поймут, что... Могут они. Могут они сражаться с Воронежем. И всего 3 раунда их отделяют от победы. Взяли один раунд. Значит, могут и еще. Парочку. Так что, надеюсь, мы видим... Очень можно зарубы за вот последние эти оставшиеся 6 раундов. Попытка выйти через зигзаг от Воронежа. Видимо, что эта попытка не увенчалась особым успехом. Были размены. Но в итоге, перетяжка у нас под центр. Возможно, под В. Ну и это не самый плохой вариант, в общем-то. Видимо, что двое на КТ-РС-П. Айс мы на центре. И вообще, В у нас никто не смотрит почему-то. Минус от Соло на центре. И в итоге, В план у нас полностью пустой. И если бы террористы знали, я думаю, им сейчас бы не тушевались. И шли бы уже занимать его, ставить бомбу. В итоге, перетяжка танкиста и плута под В. Будут они встречать всю эту ватагу. Причем встречают они довольно агрессивно танкист. Делать минус два. Просто бесстрашно вырывается на план. Делать минус два. И Соло у нас остается один против трех. Бомба засейвлена. И раунд за Белгородом. 14-13. И похоже, что как-то все-таки переломили себя белогородцы. И, может быть, их капитан им что-то сказал такое очень важное, мотивирующее. И вот видим, что уже целые два раунда они подряд взяли. И, возможно, возьмем кто еще. Лагает ХЛТВ. Довольно жестко. Сейчас вроде перестало. И мы можем наблюдать все в нормальном режиме. Мэн под Б. Двое под длиной. И двое просто нас холодят. В диком, в диком холде. И в итоге геймпендинг. Геймпендинг. Какого-то пауза. Кто-то вылетел. Судя по всему. Возможно, кого-то отключили свет. Ну, а нам ничего не остается, как просто ждать. Геймпендинг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лежит ответственность в том, чтобы сделать хотя бы один минус Нет, что-то он не особо понимает, что происходит И в итоге умирает И теперь Контрам, конечно, будет сложнее Заход на мой план успешно Ставится в бомба Снова ХЛТВ лагает Но нам это не помеха Минус от Фуркина Злюх убивает Соло в Тёмке И сейчас Контрам стало попроще Они будут атаковать с двух сторон С Тёмки и с ХЛП Тем более Фуркина остался один Вместе с Мэном И в итоге два минуса От Воронежа 14-14, похоже, нас ожидает Что-то очень-очень интересное Либо это овертайм 15-15 Либо это Два раунда за кем-то из команд И Итоговый счёт 16-14 Овертайм мы уже видели Так что нам не привыкать Не впервой Смотрим Причём отдача у Контров Этот раунд скорее всего останется за Воронежем Тайс Мэн Неплохо сходит в аркаду Но кончаются патроны И всё-таки добивает он Мэна Не понимаю, как у Мэна Кунчить патроны Или почему он сейчас ушёл Вот даже Мэн, да Пишет лол Как так Что случилось Он тоже не понимает И перетяжка терроров под длину Заход на Аплант Причём довольно медленный заход Могли бы они сделать побыстрее Вот сейчас таки понимают, что Надо им ускориться И тут минуса Ну и 3 Контра у нас на Зигзаге Хаэшку у них, к сожалению, нету Могли бы они закинуть там Аплант очень неплохо Тренироваться В бросках Закинуть пару трёхочковых Но в итоге Им приходится Перетягиваться под ДЛ С двумя ЮСПами, конечно Маловероятно, что Что-нибудь что-то получится Ну и последний раунд нас ожидает В этой половине, по крайней мере Либо Воронеж побеждает Либо это овертаймы Смотрим за Белграном Им нужно очень и очень тащить Закупка у них не самая лучшая Я вижу, что нет ни одного диффуза ФАМАС Ну, наверное, ФАМАС Нет, даже есть эмки Большинство эмок и Дигл Да, не самая лучшая закупка Но даже не самая лучшая закупка не мешает им сделать первых два открывающих минуса В итоге терроры МАС ДЛ Давайте посмотрим за Плута Он у нас находится в упоре На просвете И сейчас будет встречать Терроруров Танкист делает минус Фурикин делает минус Три в два Плута По-моему, прострелом убивает Фурикина, если я правильно понял И в итоге Док Один в три СВП Берет эмку Естественно, СВП Очень неудобно играть И Смотрим Отличный минус два от Дока Но невероятно просто сбривает Он бороды, усы, не знаю Брови, наверное, даже Танкисту и Плута И один в один Айсмен и Док Док очень опытный человек Но Вот В последнем не справился Очень обидно Потому что это был бы очень красивый раунд Однако Еще есть шанс, что Айсмен не успеет раздифузить Давайте посмотрим Успеет или не успеет Диффузов нету Диффузов нету И Бомба будет либо раздифузена Либо взорвется И в итоге раунд за Воронежем И еще 16-14 В итоге овертаймов Мы не увидим Все наши Похвалы идут Доку Сделал отличный минус два И даже несмотря на то, что На третий минус его не хватило Эта карта у нас Остается за Воронежем В упорной борьбе 16-14 А вы не переключайтесь Скоро мы к вам вернемся